После ареста основателя и совладельца мессенджера Телеграм Павла Дурова и поднявшейся по этому поводу бури в стакане, суд в Париже выдвинул ему обвинение по шести пунктам и отпустил за 5 миллионов евро залога. Правда, теперь он обязан отмечаться в полиции дважды в неделю, пока идет расследование. Но освобождение Дурова родило новые вопросы, оставив старые без ответа. Почему он полетел в Париж, зная об угрозе ареста? Связан ли он с Кремлем? Что будет дальше с Телеграм и продолжат ли им пользоваться российские военные и чиновники? Для начала следует разобраться, как Дуров докатился до жизни такой. Известным и богатым Павла Дурова сделала его первое детище – соцсеть ВКонтакте, запущенная в 2006 году. Она быстро приобрела большую популярность в России и постсоветских странах. Не в последнюю очередь, потому что в соцсеть были залиты в свободном доступе миллионы песен и фильмов, что фактически является пиратством. Ну и порнография, конечно же, куда уж без нее. Но справедливости ради, люди действительно активно использовали ВКонтакте для общения. С 2013 года Павел Дуров запустил второй проект – мессенджер Телеграм. А в 2014 продал свою долю ВКонтакте и выехал за границу. Якобы потому, что не захотел сотрудничать с ФСБ. Тогда Дуров заработал себе РНМ борца с режимом. Этот образ укрепился еще сильнее в 2017-м, когда в России вступил в силу так называемый пакет Яровой. Среди прочего, закон обязывает мессенджеры передать ФСБ ключи шифрования к перепискам пользователей. Но Дуров якобы и на этот раз отказался это делать. А с апреля 2018-го Роскомнадзор начал блокировать Телеграм, чем вызвал перебои в работе сайтов и онлайн-сервисов по всей России и за рубежом. Первоначально была его принципиальная позиция, потому что слишком много он об этом говорил еще до 2014 года. Слишком много он вкладывал денег как раз в свой такой образ независимого поборника свободы и открытого интернета. Опять-таки и до 2014 года и после 2014 года. Но сейчас мы видим ситуацию, когда так или иначе начинают всплывать элементы сотрудничества с ФСБ. Начинает всплывать то, что ключи для вскрытия зашифрованной информации и баз данных все-таки где-то когда-то передавались. Все-таки когда-то эти базы данных открывались и к ним получали доступ люди, которые не должны были к ним получать доступ. Поэтому, мне кажется, Дуров все-таки пережил определенную трансформацию. В 2020-м неожиданно Роскомнадзор прекратил блокировку Телеграм. И тут начинается самое интересное. Как стало известно из недавно слитых в сеть баз данных ФСБ о пересечении границ, с 2014-го, когда Дуров эмигрировал из России, по 2021-й он более 50 раз посещал Россию. Именно тогда, когда Роскомнадзор объявил о снятии блокировки с Телеграм, Дуров находился в России и покинул ее на следующий день. Предположительно, Павел Дуров пошел на сделку с российской властью, пообещав выполнять некие специфические просьбы в обмен на разблокировку мессенджера в России. А еще Дурову дали денег. Ранее он попытался запустить собственную криптовалюту ГРЭМ. Но у него возникли проблемы с инвесторами и регулирующими органами Соединенных Штатов. После посещения России и разблокировки там Телеграм, Дуров неожиданно стал возвращать деньги инвесторам и заплатил штраф в США. Это как раз был тот период, когда перед запуском ГРЭМа он собирал инвестиции и не только в Соединенных Штатах Америки, но и в Саудовской Аравии, и в принципе на Ближнем Востоке. И поэтому, когда ГРЭМ провалился, он потерял не только позиции в Америке, где против него действительно начались судебные тяжбы, он потерял позицию также среди инвесторов на Ближнем Востоке, которые для него были основой всего этого проекта. Поэтому да, в этот момент очень выгодно отыграло московское правительство, которое буквально-таки предоставило ему золотой парашют для того, чтобы выйти из этой сложной ситуации. Какими могут быть специфические просьбы Кремля, российские оппозиционеры поняли в 2021 году, когда Телеграм заблокировал бот умного голосования за день до выборов в Госдуму. Ощутили это на себе и жены мобилизованных, которые сейчас добиваются возвращения своих мужей с фронта. Телеграм безосновательно клеймил их канал плашкой фейк и ограничил к нему доступ. Полностью передать контроль ФСБ над Телеграмом было просто невозможно, потому что, уж извините за неэфирное слово, это было бы слишком палевно. Это действительно было бы сразу обнаружено, а как мы знаем, настоящая профессиональная секретная операция, она тогда профессиональная и настоящая, когда она действительно остается секретной. Поэтому, да, скорее всего, Дуров пошел на определенную сделку с российским правительством, возможно, он пошел на определенную сделку с совестью, но тут уже, скорее, вопрос этот можно адресовать ему. Но теперь, по мере того, как положение путинского режима становится все более шатким, Кремлю мало выполнения просьб. Ему необходим полный контроль над всеми средствами коммуникации. Кроме того, мессенджер Телеграм использует для связи российские военные на войне против Украины. Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, Сигнал уже заблокированы. Сейчас идет замедление Ютюб, на очереди Ватсап. И Дурову дали понять, что Телеграм будет следующим. В покое его не оставят. Для Кремля сейчас давление на медиа, давление на информационные потоки необходимо и выгодно при любом развитии ситуации. Как при позитивном для Кремля, так и при негативном. Они просто понимают, что эта война загнала их политически, экономически и даже социально в такую ситуацию, когда им все равно нужно давить на свое население, им все равно нужно прикручивать свободы. 18-19 августа Владимир Путин посетил Азербайджан. Об этом визите почти никто не знал заранее. Тем не менее, по странному совпадению, в эти же дни в Баку прилетел и Дуров. По некоторым данным, там он встретился с Путиным. То, что администрация Путина отрицает факт встречи Дурова и Путина, еще раз должно нам намекнуть на то, что как раз эта встреча таки произошла. Потому что, помятуя про то, что российские власти не комментируют и вообще не замечают события, которые реально происходят, и всегда реагируют на события, которые они хотят скрыть, очевиден тот факт, что в контексте их информационного поля встреча Дурова и Путина точно произошла. Дурову могли выдвинуть ультиматум. Либо он отдаст контроль над Телеграм, либо у него будут большие проблемы. Ему припомнят должок за криптовалюту и даже могут познакомить с печально известным новичком. А чтобы помочь ему быстрее определиться и показать серьезность намерений, Роскомнадзор провел некие учения, в результате чего возникли проблемы в работе Телеграм и многих других онлайн-сервисов. Эксперты говорят, что это очень напоминало попытки блокировки мессенджера в 2018. Не случайно в те же дни проводилось тестирование блокировки Телеграма, потому что мы знаем, что это классический инструмент давления российских властей. То есть они действительно не случайно подстраивают вот такие события, чтобы отобразить потенциальным инвесторам для федеральной казны, что в случае неповиновения, в случае отказа от сотрудничества, они уже имеют отработанные методы, как заблокировать этот бизнес. То есть, по сути говоря, вспоминая тем более бэкграунд Путина и его окружение, это классический рэкет. То есть, условно говоря, или ты работаешь с нами, отдаешь нам долю, даешь нам доступ, или с тобой может что-то случайно случиться. Из Баку Дуров полетел на своем частном самолете во Францию, хотя мог полететь в любую другую точку мира. Завидная расторопность французской полиции тоже наталкивает на мысли, что Дуров оказался в Париже не случайно. Понимая, что его могут задержать, понимая, что может начаться суд, расследование и так далее, он все равно подумал, что французский суд, французские прокуроры, французская тюрьма лучше, чем российские медвежьи объятия. Возможно, так действительно случилось. И, кстати, даже то, что он пытается сейчас быстро перелить все те российские деньги, которые ему Кремль сливал в крипту, и быстро это задвинуть в свои проекты, еще раз указывает на то, что он все равно хочет уйти в тень. В России сразу всполошились и стали требовать доступа к телу на основании того, что Дуров гражданин РФ. Но Дуров ответил «Спасибо, не надо». Отказался он встречаться даже с дипломатом Объединенных Арабских Эмиратов, ведь гражданство этой страны у Дурова тоже есть. И живет он в Дубае, и штаб-квартира «Телеграмм» тоже там. Но с 2021 года у него еще есть и французский паспорт. Он гражданин Франции, на французской земле. Вопрос закрыт. Очевидным стоит тот факт, что Дуров хочет скрыться от России. Он уже им дал всю информацию, которую можно, он получил все откаты, которые можно, и пора выходить из игры. Потому что если он этого не сделает, то дальше будет хуже. У него есть огромное количество, десятки примеров и молодых российских олигархов, и старшего поколения олигархов, которых путинский режим буквально с 2022 года просто сожрал. Сожрал потому, что ему нужны деньги. Ему уже все равно на людей, ему все равно на перспективу, ему нужны деньги для продолжения войны. Поэтому вот ваша теория про то, что Дуров пытается сейчас уйти из-под каблука Кремлевского, абсолютно верна. Была ли Франция конечной точкой этого бегства? Ну, к несчастью, мы просто не владеем этой информацией. Но то, что проблемы с французским правосудием намного лучше, чем проблемы с ФСБ, мне кажется, это абсолютно факт. Теперь главный вопрос, который волнует всех причастных. Что будет с Телеграм дальше? И пошел ли Дуров на сделку с полицией и французскими властями? Что касается будущего мессенджера, то, скорее всего, с ним будет все в порядке. Более того, арест основателя Телеграм сделал ему неплохую рекламу. Но, возможно, будут изменения относительно модерирования контента и доступа к перепискам в случае решения суда, как этого требуют европейские правоохранительные органы. А вот что касается сделки с французскими властями, или, может, даже не только французскими, об этом, скорее всего, никто никогда не расскажет. Про подобное можно будет судить лишь по коственным признакам, как в случае сделки Дурова с Кремлем. Но доверие к этому мессенджеру, скорее всего, у российской власти будет подорвано. Не зря буквально на следующий день после задержания Дурова появилась информация, что Кремль якобы приказал чиновникам удалить из Телеграм всю служебную переписку. Правда, потом в Кремле это опровергли, ссылаясь на то, что по закону чиновники и так не имеют права пользоваться Телеграм в служебных целях. Но когда это кого останавливало? То достаточно одного случая, одного намека, что Запад их читает. Телеграм для них будет дискредитирован навсегда. Придется переходить на новый мессенджер. Но вот беда. В России уже и так все давно отжато. А то, что есть, не ликвид. Редактор субтитров А.Семкин